у нас 11 лекция и ну в основном мы будем говорить про сумму минковского но также про некоторые другие алгоритмы начнем в частности с другого алгоритма но главная тема будет сумма минковского минковского наш первый алгоритм будет такой первый алгоритм позволит нам найти две самые удаленные точки в данном множестве . значит есть множество с есть с но что точек мы хотим найти максимум расстояние между любыми двумя из них максимум расстояние между п и q где п к это произвольные точки с с здесь самые далекие точки с данного множества вот ну вот там разумеется можно перебрать все пары за n в квадрате но это неинтересно мы сделаем алгоритм займ лога первое замечание которое можно сделать чтобы решить эту задачу это понять что на самом деле нам достаточно в качестве по и q просматривать только вершину выпуклой оболочки с максимум достигается на вершинах выпуклой оболочки может с легко понять если это не так и мы нашли какое-то какое-то расстояние между двумя точками по и q то скажем мы можем просто этот отрядок продлить до тех пор пока он не пересечется с границы выпуклой оболочки вот как-нибудь так например вот здесь пересечется и тогда либо мы уже автоматически попали в вершину и соответственно мы получили какой-то больше отрезок на то есть но по скажем оставляем а вторую точку меняем так что у меня увеличилось расстояние значит искомый отрезок не максимальный естественно повали вершину все очевидно если мы же мы попали на отрезок то я утверждаю что можно обязательно смещаться либо вверх либо вниз по этому отрезку так чтобы расстояние обязательно увеличилось ну или по крайней мере не уменьшалась потому что ну значит по сути мне интересно изучить функцию расстояние от точки какой-то п до точек вот это вот отрезка до точек на стороне но понятное дело что если мы из п скажем опустили бы перпендикулярно эту сторону у меня было бы минимально возможное расстояние а дальше вот в эти две стороны вверх и вниз расстояние будет только расти да соответственно здесь это будет гипотенуза прямоугольного треугольника со всем большим вот этим углом поэтому гипотенуза будет расти но и здесь то же самое все симметрично гипотенуза будет тем больше чем больше угол то есть чем дальше точка удаляется в основании перпендикуляра значит точно также и здесь если мы обеакустили п на вот это вот на продолжение стороны да то есть напрямую содержащую corners сторону то движение в любую сторону от этой точки мне будет увеличивать расстояние то же самое здесь если мы продлили отрезок и пересекли сторону в какой-то точке то обязательно движение в одну из сторон нам точно будет увеличивать расстояние поэтому вместо q можно будет взять вот эту вершинку просто не только увеличится что же самое сп и получается что в качестве обеих вершинку можно брать только вершинку короче давайте что-нибудь напишем иначе отрезок можно продлить до пересечения со стороны клабо очки вот ну а дальше как я сказал подвинуть в одну из двух сторон чтобы увеличить расстояние все понимаем что нам достаточно рассматривать только решены на выпуклой оболочки все внутренне нас не интересует значит благо у нас уже есть алгоритм построения выпуклой оболочки за иного n мы его делали в прошлый раз несколько всяких тогда первый наш шаг это за и логан построить в клабо очку строим конвекс от с но где n как всегда число точек с а дальше но по сути что такое максимальное расстояние это можно говорить диаметр диаметр просто по определению диаметр любого множества это максимальное расстояние между теми либо двумя точками это по сути мы чем диаметр нашего множества с расстояние между двумя самыми далекими точками тогда есть следующая простая лемма лемма пусть какой-то диаметр с диаметр с ну то есть расстояние пк максимально расстояние между поику максимально среди всех возможных пар точек в с то есть 10 между поику равно максимуму там по всем по звездочкам у звездочка из с дист по звездочка хорошо от мы взяли диаметр тогда давайте мы проведем две прямые перпендикулярно этому диаметру которые проходят через поику проведем прямые l1 и l2 перпендикулярные пк ну соответственно проходящий через поику соответственно через поику соответственно тогда утверждается s целиком лежит между этим двумя прямыми l1 и l2 s целиком лежит в полосе между l1 и l2 картинка будет такая вот есть у вас ваша выпуклая оболочка да мы понимаем что можно заменить s на выпуклая оболочка ничего от этого не изменится и есть у вас какие-нибудь две точки на которых достигается диаметр вот поику мы проводим этот отрезок проводим прямые ортогональные этому отрезку проходящий через точки до через вершины этого отрезка будет вот такие две прямые l1 и l2 соответственно здесь прямой угол и здесь прямой угол но и тогда лемо утверждает что как бы левее l1 и правее l2 ничего нет то есть как раз многоугольник так сломалось многоугольник s целиком лежит между этими двумя полосками s лежит целиком между двумя полосками но это очень просто утверждение потому что если это не так и например есть какая-нибудь точка за l1 тогда мы можем просто вместо p взять эту точку и тогда расстояние q дуэта точки будет больше чем расстояние до кубе потому что от q ближайшее расстояние арстояние Q если дуэль один то в точности oppe да но потому что эта отрезок от ортогональные объем прямым он ну конечно это просто расценее между прямо минимально возможно расстояние тогда если есть какая-то точка за вот это вот l1 где-то где-то левее тогда расстояние от нее до q будет только больше отрезка потом еще гипотенузы такого прямого лима треугольника прямой угол два катета и гипотенуза, то есть тоже еще больше, чем купе. Поэтому любая точка за пределами вот этих двух прямых, за пределами этой полосы, нам говорит, что диаметр на самом деле должен быть больше. Ну, значит, тогда противоречие. Это доказательство просто от противного. Хорошо, значит, мы поняли, что если вот так вот подпереть, провести такие опорные прямые перпендикулярные диаметру в точках диаметра, в концевых точках диаметра, то получится полоса, внутри которой целиком заключен наш многоугольник. Значит, опорные прямые ограничивают полосу, в которой целиком лежит наш многоугольник. Тогда наш алгоритм будет следующим. А давайте мы вот эти вот две опорные прямые, L1 и L2, будем синхронно вращать. Значит, мы понимаем, что L1 и L2 параллельны, раз они неортогональны одному и тому же отрезку. Тогда давайте их вот синхронно как-нибудь монотонно вращать. Скажем, ну вот тут повернули какой-то небольшой угол, здесь тоже повернулось. Тут продолжаем вращать, тут продолжаем вращать. Ну и в какой-то момент мы дойдем до состояния, когда L2 совпадет, ну там одна из прямых, совпадет с одной из сторон. И тогда при дальнейшем вращении, скажем, L1 продолжит вращаться относительно точки P, а L2 начнет вращаться относительно уже другой точки. То есть мы не можем, вот старое состояние, если мы продолжаем вращать, скажем, по часовой стрелке, тогда у меня меняется как бы опорная точка, вокруг которой происходит вращение. То есть это обязательно становится другой конец стороны. И всегда, когда одна из прямых начинает проходить через сторону, и мы продолжаем поворот, тогда опорная точка, вокруг которой вращается прямая, она меняется. Ну и давайте так просто обе эти наши прямые совместно, синхронно, провращаем целиком, пройдем весь круг, весь многоугольник. И по сути мы получили все возможные опции для того, как могут выглядеть вот эти две опорные прямые. То есть две прямые, проходящие через вершины диаметра. Проходящие через вершины диаметра. Ну и значит мы как бы переберем таким образом все потенциальные пары на диаметр. Мы переберем все пары вершин, такие, что между ними, что если провести опорные прямые в этих точках, то получится как раз кандидатный диаметр. Ну тогда мы просто все такие перебираем. Их будет O от N. В этом легко убедиться, потому что, ну в общем, когда у меня вращается одна прямая, она проходит с его O от N конфигурацией. L1 проходит как бы N возможных, ну там сторон или вершин. L2 точно то же самое. Ну и в каждом моменте времени у нас получается там какие-то две точки рассматриваются в качестве кандидатного диаметра. Ну и соответственно мы всех этих кандидатов просто переверем и выведем максимальное расстояние между ними. Вот такой вот наш лейтм. Значит, алгоритм. Так вот, ну давайте в самом начале договоримся, что L1, L2 это крайняя левая вертикальная, правая вертикальная прямая. L1 это крайняя левая вертикальная прямая. L2 это крайняя правая. Ну то есть в нашей групповой оболочке мы находим вершину с минимальным иксом и с максимальным иксом. Вот так и нарисуем. Вершину с минимальным иксом проводим здесь L1 и уже мы с максимальным иксом проводим здесь L2. Правильно? А дальше начинаем эти L1 и L2 синхронно вращать. L1 и L2 синхронно, то есть одновременно вращать. Так, я вот тут начал по часовой стрелке делать, да? А давайте я все-таки переделаю и давайте против часовой. Мне так будет немножко удобнее. Синхронно вращать против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Значит, ну большую часть времени у меня это вращение, оно ничего не поменяет. Например, если я ненамножко, на чуть-чуть проворащаю обе эти прямые относительно вот этих вот опорных точек, то у меня будет там что-то вот такое и вот такое. Они обе останутся опорными. Опять, кандидат на диаметр это все та же пара точек PQ. Самая крайняя левая и крайняя правая, то есть минимальный максон и максимальный максон. И ничего не поменяется. У меня новая пара кандидатов не появится. Дальше, если я буду вращать, продолжать, то что-то начнет меняться только когда одна из сторон совпадет, пардон, одна из прямых совпадет с одной сторон. То есть будет ей параллельно, будет ее содержать. Ну и тогда в этот момент мне нужно переключиться и сказать, что теперь вращение происходит не относительно вот этой старой точки Q, а относительно вот этой точки, ну там, следующей точки Q звездочка. относительно следующей точки. Итак, будем вращать, понимать, когда происходит переключение, то есть когда у меня меняется опорная точка вращения у каждой прямой. И тем самым каждую пару опорных точек мы будем проверять на, ну, мерить между ними расстояние и выбирать максимально. Итак, значит, переключение опорных точек происходит. Ну, давайте я пишу O от N раз. O от N раз. Потому что L1 суммарно, значит, когда она вращается, ну, представьте, что вы вот эту исходную вертикальную прямую вращаете, вот так вот целиком прокручиваете весь, весь круг с градусным мером 2π. Тогда у вас, значит, будет такая прямая, потом будет вот такая, она продолжится крутиться, 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 и в итоге она за весь круг обойдет весь ваш прямой, весь ваш мегугольник. Вот. И таким образом каждая вершина побывает опорной ровно один раз для каждой из двух прямых. И поскольку у меня две прямые, то, соответственно, каждая вершина побывает опорной два раза для L1 или для L2. Ну, соответственно, суммарное переключение будет от L2. Вот. И тогда, значит, в каждый момент, в каждый момент переключения опорной точки, ну, одной опорной точки измеряем расстояние между текущими опорными между текущими опорными ну, и обновляем ответ. Обновляем ответ. Вот. Ну, такой несложный алгоритм. Просто нужно все проворащать. Соответственно, каждая пара вершин, в которой мы упираемся слева и справа, это и есть наш кандидатный диаметр. Мы поняли, да, что если есть диаметр, то обязательно вот эти вот две прямые будут обязательно будут опорными, и мы их когда-то переберем. Ну, тогда мы как бы перебираем все возможные кандидаты на диаметр, все их измеряем, и, соответственно, максимальное расстояние между ними, и будет диаметр нашего множества. Вот. Ну, давайте немножко технических деталей, как делать вот эти вот все повороты. Значит, есть у меня наш многоугольник. Вот изначально L1 где-то здесь, L2 здесь. Тогда вопрос. Когда впервые у меня при вращении будет изменена опорная точка? То есть я вот как рисовал, да, у меня там, если я на небольшой угол поверну, то у меня ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Ну, и в итоге что-то изменится, когда у меня одна из прямых начнет содержать сторону. И причем эта сторона, да, она как бы должна иметь наименьший вот этот угол. То есть вот здесь мы измерили как бы угол, вот здесь измерили угол. То есть на какой угол надо перевернуться, чтобы начать содержать следующую сторону. И, соответственно, минимальный из них и скажет мне, где происходят впервые переключения опорной точки. То есть мне, по сути, надо померить вот эти два угла и сказать, какой из них меньше, соответственно, там будет переключение. Первое. вместо того чтобы мерить углы мы можем просто сравнить векторные произведения а именно значит смотрите вот есть у меня сейчас такое вертикальные наши прямые вертикальные прямые давайте проведем векторы соответствующие вот этим двум следующим сторонам первая сторона вот это 2 так тогда я утверждаю что если их назвать увы на тогда переключение l1 произойдет раньше 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 на и 2 если только если векторное произведение векторов у и в сейчас скажу иметь какой знак вот в этом наш нашим случае у меня векторное произведение отрицательно а здесь было бы положительно меньше нуля на то есть смотрите вот я рассматриваю сторону которая где будет как бы следующий поворот по l1 вот она у и сторону где будет следующий поворот по l2 вот она в вот но тогда понятно да что если исходная прямая была какая-то вот такая вертикальная то раньше происходит поворот по у то есть если я отложу у и в этой точке у меня кратчайший поворот от у до в будет по часовой то есть отрицательный да ну вот как раз кросс отрицательный получается что l1 переключается раньше чем l2 а если было наоборот смотрите если у меня у был бы какой-нибудь таким а в был бы каким-нибудь таким сейчас его еще еще более крутым нарисуем вот таким ну так тогда понятно что когда мы так вращаем до относительно этих опорных точек то первое переключение произойдет на и 2 первое переключение произойдет на и 2 но это как раз значит что если мы отложим у и в этой одной точке то кратчайший поворот от у к в будет против часовой то есть кросс должен быть положительным кросс должен быть больше нуля вращение в положительном направлении против часовой стрелки вот значит тогда l2 переключится раньше ну и все собственно тогда алгоритм и код будет очень простым мы просто значит запоминаем как бы текущий указатель где мы стоим вот здесь вот в какой вершинке мы стоим левой прямой и какой вершины в какой режим ки мы стоим в правой прямой точка жид дальше измеряем вот эти два вектора у и в как там скажем pay плюс 1 минус pay т а вот этот вектор и pg плюс 1 минус pj т а дальше смотрим на знак вот это векторное произведение и по этому знаку мы понимаем какая из сторон переключится первой да то есть какая из прямых l1 l2 переключится первым ну тогда есть например вот это вот верно тогда мне нужно сначала сделать и и равно и плюс 1 то есть перейти да вот по этой этой стороне и увеличить и на единичку ну не забыть обновить ответ расстоянием между и той точкой и жидой то есть у меня получается новый кандидат на диаметр вот мне нужно им обновить ответ если же наоборот этот кросс был скажем ну больше равен нуля тогда мне нужно сначала увеличить g вот здесь вот перейти g равно же плюс 1 и не забыть померить расстояние от g g плюс 1 точки до и 3 то есть вот этот вот отрезок взять в рассмотрение и это будет кандидат на диаметре ну вот кажется и все мы просто так проходим понимаем какая сторона будет следующей для переключения с помощью векторного произведения переключаемся и меряем текущий диаметр как бы текущую вот длину вот этого полоски ширину этой полоски и соответственно максимальная длина полоски внутри которой расположен наш многоугольник с это и будет наш диаметр вот такой алгоритм то есть если мы построили выпуклую оболочку то все что нам осталось сделать здесь это занимать линейное время все вот эти повороты это на самом деле просто проход l1 целиком по многоугольнику и l2 целиком по многоугольнику но это линейное время все эти сравнения то есть определение того кто врач кто переключается раньше делаются зовут единицы потому что просто знак вектор направления ну и соответственно время работала вот если кросс равно нулю подавать чуть порисуем давайте порисуем это например вот такой случай да так как будто так вот так вот так вот так вот так вот так Так, значит, мы видим, что здесь какую-то пару точек не рассмотрим. Правильно ли я понимаю, если мы так будем делать? Что мы какую-то пару точек не рассмотрим. Мы знаем вот это, потом переключаем, скажем, сначала вот это, и мы измерим вот это, потом переключаем вот это и измерим вот это. Так, сейчас, одну секунду, давайте поймем, где здесь какая-то проблема. То есть у меня есть, по сути, что, ну нет, просто трапеция какая-то. Вот, ну и по нашему алгоритму, да, вот у меня было здесь исходно i, здесь g. Потом мы сначала переходим в g плюс 1 и, соответственно, меряем. То есть у нас было вот это расстояние, затем измеряем вот это расстояние. И потом переходим из i в i плюс 1 и меряем вот это расстояние. Вот, ну главное, что мы вроде обе диагональки померили. Мы измерили обе диагонали, и в частности, в качестве ответа мы взяли, ну то есть, да, максимум из двух длин диагоналей. Ну и вроде бы верно, что в трапеции максимальная из длин диагонали, она больше всего равна, чем длина любой стороны. Ну длина, в смысле вот этой вот наклонной стороны. То есть вот если я так нарисую трапецию какую-нибудь, то что мы поняли? Что вот просто наш алгоритм тот, который был выше. То есть мы не паримся о точном значении, да, что если кросс равно 0, то ну давайте там сначала переключать l2, то есть увеличивать g на единичку. Тогда что? Тогда мы поняли, что мы обязательно рассмотрим обе диагонали. Обязательно рассмотрим обе диагонали. Да, и возможно, не рассмотрим какую-то из двух сторон. Вот этих вот наклонных сторон какую-то, возможно, не рассмотрим. Так, почему тогда мы все равно найдем диаметр? Вопрос к вам. Можно ли это как-то просто здесь увидеть? То есть почему максимальная из вот этих отрезков – это обязательно диагональ? Спасибо. С тем, что четырехугольник выпукал, и в связи с этим диаметром не может быть больше, чем диагональ. А еще раз, если в той трапеции, которую я нарисован снизу, там вполне может быть нижняя сторона диаметром. Нижняя сторона может быть диаметром, да, но смотрите, это будет соответствовать другому положению, то есть это мы рассмотрим когда-то позже, когда у меня, ну грубо говоря, как-то вот так вот будет наши прямые проходить, то есть вот так вот и вот так. То есть мы тогда даже, сейчас, секунду, нарисуем на нашем примере, здесь у меня были вот такие вот две L1, L2, ну а чтобы найти вот это, у меня будет, ну то есть я просто продолжу вращать, и я найду вот эту вот штуку, вот эти вот там две пары L1, L2, которые нам это увидят. То есть сейчас единственная проблема доказать, что хотя бы одна из диагоналей, она больше равна, чем вот эти вот остальные наклонные стороны. Так, рассуждение про выпуклый многогольник я не особо понял. Сейчас, тут какая-то геометрия. Может быть, тюремя косинусов? Нет, вообще хочется сказать, что если, предположим, у нас диагональ меньше, чем сторона, если нарисовать такую трапецию, то будет видно, что она не выпуклая. Диагональ меньше, чем... Сторона, да? Сейчас. Например, вот здесь, если у меня есть... Мы просто одну из наклонных сторон рисуем больше? Так, вот давайте на этом рисунке у меня есть вот эта вот красная диагональ, вот эта наклонная сторона, которая больше, чем диагональ. И вот есть еще какая-то другая. Тогда обязательно вот эта вот диагональ будет больше, чем та. Хорошо, давайте попробую я тогда нарисовать, что я хочу. Значит, смотрите, утверждение, да? Что пусть А, Б, Ц, Д – это трапеция с основаниями А, Б, Ц, Д. Тогда... Значит, кто у меня диагональ? Диагональ – это А, Ц и Б, Д. Тогда максимум из А, Ц и Б, Д больше либо равен максимума между наклонными сторонами. Так, сейчас мне нужна опять картинка. А, Б, Ц, Д. Наклонная сторона – это будут Б, Ц и А, Д. Вот так. Ну, давайте попробуем так доказать. Пусть не так. Пусть не так. Соответственно, пусть... Давайте не умаляем, что Б, Ц – это максимально из сторон. Максимум из Б, Ц и А, Д. И эта штука строго больше, чем А, Ц и больше, чем Б, Д. Хорошо, ну как такое может быть? Вот, смотрите, есть две параллельные стороны у меня, параллельные основания, параллельно прямые, на которых лежат основания. И есть какой-то отрезок Б, Ц, который выступает стороной. Давайте я чуть более наклонно нарисую. Вот такой. То есть мы можем так повернуть нашу трапецию, что ее основания будут параллельны оси О, Х, то есть горизонтальными, и, соответственно, лежат на каких-то двух вот таких прямых. Дальше. Значит, если я нарисую Б, Ц, то получается, что у меня вся трапеция лежит вот здесь слева. Лежит левее этого отрезка Б, Ц. Теперь, если я опущу здесь перпендикуляр, то что это значит? Это значит, что... Что значит вот это условие, что Б, Ц больше, чем Б, Д? Это значит, что точка Д лежит ближе к перпендикуляру, чем С. То есть она либо лежит где-то вот здесь вот, либо лежит, вот если я отражу С относительно основания перпендикуляра, С' возьму, либо лежит где-то вот здесь. Давайте рассмотрим случай, когда Д лежит вот здесь, на этом отрезке. От С до основания перпендикуляра, скажем, H. Что тогда? Тогда мне нужно еще обеспечить, чтобы Б, Ц было больше, чем А, Ц. Б, Ц было больше, чем А, Ц. А, сейчас. Или даже нам не нужно было смотреть. Сейчас, ну секунду. Да, нам не нужно было смотреть на Д. Смотрите, можно про Д было забить. Главное, что Д лежит где-то вот здесь слева. Д лежит где-то слева от Ц. Ну хорошо, а теперь у меня есть еще нерависть, что Б, Ц больше, чем А, Ц. Но когда такое может быть? Опять-таки, если я опущу из С перпендикулярно противоположную прямую, то у меня раз Б, Ц больше, чем А, Ц, то у меня точка А должна лежать ближе к этому основанию, чем Б. То есть А должна лежать где-то вот здесь или где-то вот здесь. Но мы договорились, что правее точки Б нет ни одной прямой на этом луче. Поэтому такого быть не может. И обязательно А, Ц, оно обязательно больше, чем Б, Ц. Ну вот, кажется, все. В итоге мораль такая, что действительно с трапецией нам… То есть трапеция – это вот такой случай, когда у меня L1 и L2 параллельны. Вот такие вот они. L1 и L2. И мы как бы с формальной точки зрения должны перебрать все пары. Значит, А, Ц, Б, Ц, Б, Д и А, Д. То есть все вот эти вот четыре пары нужно перебрать. Но на самом деле этого делать не обязательно. Мы доказали, что достаточно перебирать только диагонали. Ну а их наш алгоритм найдет. Потому что, значит, если у меня было вот здесь И, вот здесь Ж, то я там кого-то из них увеличу. Сначала скажем Ж плюс 1, получу одну диагональ. Потом здесь будет И плюс 1. Сейчас. Секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Давайте я скажу, что вот это вот L1 и L2. Ну, собственно, я уже рисовал, да, что я обязательно обе эти диагонали проверю. И Ж. Значит, сначала я возьму, то есть у меня уже изначально было вот это вот ИЖ диагональка. Потом будет Ж плюс 1. Потом будет И плюс 1. Вот эта вторая диагональка тоже измерится. Ну все, получается, обе диагонали у меня обязательно будут учтены. И, собственно, мы сделали все, что хотели. Вот, ура! То есть, на самом деле, можно со случаем кросс равно нулю не париться и обрабатывать его точно так же, как мы обрабатываем, скажем, кросс больше нуля. Просто переключать Ж или просто переключать И, так же, как кросс меньше нуля. Вот, ну все. Это был алгоритм ZnLogN нахождение диаметра множества. На двух самых далеких точек множества. Хорошо. Значит, теперь второй алгоритм – это сумма Менковского. Сумма Менковского. Сумма Менковского. Значит, пусть M1 и M2 какие-то два многоугольника ну, со внутренностями. Со внутренностями. То есть, многоугольник – это не только его там вершины и стороны, но и все, что лежит внутри. То есть, как бы многоугольники с мясом. Тогда определение. Значит, сумма Менковского называется вот такое множество. Это просто сумма попарных точек, ну, попарная сумма всех возможных точек из M1 и M2. То есть, это сумма A плюс B по всем таким A из M1 и B из M2. Вот что такое сумма Менковского. То есть, вот есть у вас на плоскости два многоугольника, там, не знаю, квадрат и треугольник. Квадрат и треугольник. Вы хотите их сложить. Да, разумеется, они идут у нас с мясом. То есть, со всем, что внутри. Тогда вы просто перебираете точку A внутри этого квадрата, точку B внутри этого треугольника, и их по-коррежностям складываете. То есть, если это было там, скажем, X1, Y1, X2, Y2, то вы в результате в сумме пишете, что есть точка X1 плюс X2, Y1 плюс Y2. Ну, и результат там, не знаю, будет какой-то многоугольник. Пока давайте не будем задаваться вопросом, как он именно выглядит. Ну, там что-то типа такого, мне кажется, будет. Это будет результат M1 плюс M2. Так, ну вот определение. Дальше утверждение, что если M1 и M2 – это многоугольники, то их сумма – это тоже… Нет, давайте выпуклые многоугольники считать. Выпуклые многоугольники. То их сумма тоже выпуклый многоугольник. Сумма выпуклых многоугольников – во-первых, выпуклая, во-вторых, многоугольник. Показательства. Давайте сначала докажем выпуклость. Выпуклость здесь довольно простая. Смотрите, вот пусть у меня… Что такое вообще выпуклость? На всякий случай напомню, что если у нас есть какие-то две точки, P и Q, лежащие в фигуре, в какой-то M, тогда весь отрезок между ними тоже должен лежать в фигуре M. Вот это выпуклость. Требование выпуклости, что отрезок между любыми двумя точками фигуры целиком лежит внутри этой фигуры. Хорошо, но пусть есть какие-то две точки внутри нашей суммы. То есть есть, скажем, P и Q, лежащие в M1 плюс M2, но раз они там лежат, тогда они получаются в виде суммы, скажем, P1 плюс P2 и Q1 плюс Q2, где P1 лежит в M1, Q1 лежит в M1, а P2 лежит в M2 и то же самое с Q2. Ну, раз каждая точка лежит в сумме, то значит, она распадается в сумму каких-то двух точек из M1 и M2. Вот здесь это P1 плюс P2, здесь это Q1 плюс Q2. Ну, тогда смотрите, что мы знаем. Мы знаем, что отрезок P1, Q1 целиком лежит в фигуре M1, поскольку по предположению это выпуклый многоугольник. И то же самое с фигурой с отрезком P2, Q2. Этот отрезок целиком лежит в M2, потому что M2 это выпуклый многоугольник. Были две точки, лежащие в многоугольнике, тогда целиком отрезок между ними тоже там лежит. Картинка. Значит, было P1, Q1, отрезок в M1, и было какое-то там P2, Q2. Отрезок в M2. Что мы хотим? Мы хотим сказать, что отрезок между вот этими вот точками лежит в сумме. Ну, интуиция здесь очень простая. Давайте мы просто, значит, ведем, ну, нормируем эти отрезки одной и той же длиной. Ладно, плохо сказал. Значит, давайте мы просто эти отрезки будем проходить с одинаковой скоростью. Нет, пардон, не с одинаковой скоростью. Будем проходить эти отрезки так, что в момент времени 0 мы стоим в P1 и в P2, а в момент времени 1 мы будем находиться в Q1 и Q2. То есть проходим их с линейными скоростями, они будут разные у нас на самом деле. Ну, в общем случае будут разные. Но так, что, в общем, в нулевом момент времени мы здесь находимся в P1, а здесь в Q1 в первый момент времени. Здесь в нуле P2 в единице Q2. То есть это что такое? Это просто P1 плюс T умножить на Q1 минус P1. То есть мы рассмотрим вот такое движение по этому отрезку, которое в момент времени T имеет вот такую координату. T от нуля до единицы. То же самое и здесь. Мы рассмотрим движение P2 плюс T на Q2 минус P2. Дальше мы сложим две эти точки. И давайте посмотрим, что получится. Получится P1 плюс P2 плюс T на Q1 плюс Q2 минус P1 плюс P2. Это вот когда мы взяли точку здесь в момент времени T и точку здесь в момент времени T. Их сложили и получили вот такой результат. Ну, а это в точности какая-то точка на отрезке между P и Q. Вот было у меня PQ, лежащий в сумме. Соответственно, P это P1 плюс P2, Q это Q1 плюс Q2. Ну и тогда любая точка на этом отрезке тоже задается вот таким вот образом. Это старт плюс некая T на разность конец минус начала Q минус P. Ну все, соответственно, любая точка здесь, она получается... То есть если мы на этом отрезке введем ту же самую скорость прохода, так что здесь в нуле, а здесь в единице мы находимся, то тогда любая точка в момент времени T получается как сумма вот этих двух точек в момент времени T. Поэтому действительно любая точка на отрезке Q является суммой некоторых двух точек в первом многоугольнике и во втором. Ну вот просто тут какой-то там линейный отрезок как-то прошли с линейной скоростью, с постоянной, так чтобы сумма была вот ровно такая, как нужно. Это у нас получилась выпуклость. Теперь второе. Почему это многоугольник? Мы докажем более сильное утверждение. Мы докажем, что M1 плюс M2 равно выпуклой оболочке множества точек P плюс Q, где P – это вершина M1, а Q – это вершина M2. То есть, чтобы найти сумму, нам достаточно попарно сложить все вершины. То есть, давайте вернемся к примеру с квадратом и треугольником. Нам достаточно сложить каждую вершину квадрата с каждой вершины треугольника. Ну, там будет, не знаю, сколько, 12 вершин, да? Вот, будет 12 вершин. И построить на этом выпуклую оболочку. И это и будет наша сумма. Вот что я утверждаю. Значит, ну, почему это верно? Вложение в одну сторону очевидно. Понятно, что M1 плюс M2 будет целиком содержать вот этот вот конф. Потому что любая такая точка P плюс Q, она, конечно, лежит в сумме. Потому что, просто это по определению сумма точки из M1 и точки из M2. Значит, вот эта любая точка лежит в M1 плюс M2. Ну, а раз у меня несколько точек лежит в M1 плюс M2, то поскольку M1 плюс M2 выпукла, то и выпуклая оболочка тоже их лежит. То есть, вот здесь стоят какие-то точки, точки, лежащие в сумме в M1 плюс M2. А дальше я на них натягиваю выпуклую оболочку. Но раз у меня вот это множество, как мы уже доказали, выпукло, то, соответственно, и выпуклая оболочка каких-то точек из этого множества, там тоже лежит, раз само множество выпукл. Поэтому вложение в эту сторону мы, по сути, уже доказали, когда доказали выпуклость M1 плюс M2. Теперь вложение обратно. почему M1 плюс M2 вложено в выпуклую обложку вот этих точек. Но для этого мы рассмотрим произвольную точку вот отсюда. Рассмотрим точку... Так, у меня заканчиваются буквы. Давайте X плюс Y, лежащую в M1 плюс M2. То есть, X из M1, Y из M2. А дальше давайте поступим следующим образом. Давайте мы эти точки X и Y найдем в наших многомоликах M1 и M2 и нарисуем какой-нибудь треугольник, в котором они лежат. То есть, вот был у меня там какой-то M1, в нем была точка X, и был какой-то M2, в котором лежал Y. Тогда я утверждаю, что можно обязательно нарисовать треугольник с вершинами в вершинах многоугольника, чтобы в нем лежала вот эта наша точка X, или вот здесь в этом случае, например, можно нарисовать так Y. Вот это очевидное утверждение, потому что, по сути, достаточно просто построить реангуляцию обоих многоугольников. Это, в общем-то, разбиение всего многоугольника на какие-то треугольники. Ну и тогда, соответственно, любая точка многоугольника хоть в одном треугольнике долежит. Возможно, на границе, а главное, внутри кого-то треугольника. Это просто немедленное следствие из того, что существует реангуляция. А с реангуляциями мы уже умеем работать. Итак, давайте мы как-то найдем положение X, что он лежит в каком-то треугольнике. Вот здесь давайте я красный выделю. И Y. Он тоже лежит в каком-то треугольнике с вершинами в вершинах М2. Давайте подпишем, что такие треугольники существуют, так как существует реангуляция. Ну хорошо, тогда едем дальше. Давайте вот мы сузим наши М1 и М2 до вот этих треугольников. То есть есть какой-то треугольник, лежащий в М1, в котором лежит еще X, и есть какой-то треугольник, лежащий в М2, в котором лежит Y. Следующий шаг – это давайте мы выразим X и Y через вершины этих треугольников. Значит, вот это и есть этих треугольников, извините. Значит, если треугольник с вершинами A1, A2, A3, то оно, в общем-то, легко понять, что X – это какая-то выпуклая комбинация точек A1, A2, A3. Сейчас я напишу и скажу, что это значит. Где λ1, λ2, λ3 больше 0, и их сумма – это единица. Их сумма – это единица. То есть, смотрите, есть у вас треугольник A1, A2, A3. Есть точка внутри него, ну внутри или на границе. Тогда, ну почти очевидно, что можно X представить в виде вот такой вот линейной комбинации вершин треугольника, где коэффициенты не отрицательны, а их сумма равна единице. Ну, мы не будем это доказывать, можно считать это очевидным. Можно сказать, что, чтобы это доказать, можно, например, сделать так. Давайте проведем отрезок, как это называется, чавиану из A3 и через X. То есть, она где-то пересечет отрезок, ну, сторону 1, A2. И поставим сюда такие веса, λ1, λ2. То есть, поставим сюда такие гирьки, что центр масс A1, A2 будет лежать в этой точке. Центр масс A1 и A2 будет лежать в этой точке. Ну и дальше нужно будет сюда поставить какую-то гирьку λ3, чтобы X было как раз центром масс вот этих двух точек. А3 и того, что здесь λ1, λ2, A2. Вот тогда, если здесь поставить нужный вес, то X будет в этой точке. То есть, таким образом, можно обязательно всегда подобрать какие-то коэффициенты, чтобы X было вот такой компинацией, ну, выпуклой комбинацией точек 1, 2, A3. То же самое с Y. Y, если это вершины b1, b2, b3, то Y – это какой-то там, скажем, мю 1, b1 плюс мю 2, b2 плюс мю 3, b3, где все мюшки неотрицательные, а сумма их равна единице. Ну, хорошо. Хорошо. Так. Что я хочу сделать дальше? Что я хочу сделать дальше? Момент. Значит, я хочу сказать, что точка X плюс Y, давайте напишем X плюс Y. Это λ1, A1, то есть λ2, A2 плюс λ3, A3 плюс мю 1, b1 плюс мю 2, B2 плюс мю 3, b3, что она лежит в выпуклой оболочке. Она лежит в выпуклой оболочке множества точек, ну, там, A1 плюс B1, A1 плюс B2, A1 плюс B3 и так далее. В общем, все пары мы перебираем. В итоге будет 9 пар, 9 точек, вот, и в выпуклой оболочке такого множества должна лежать на их точке X плюс Y. Сейчас скажу, почему это так. Секунду. Да, все, я понял. Значит, надо просто взять это с коэффициентом λ1, μ1, λ1, μ2, λ1, μ3 и так далее, и вроде все получится. Тогда как раз коэффициент при A1 будет λ1. Да, ну, все получится. Значит, да, смотрите, мы поняли, что X плюс Y выражается в такой вот линейной комбинации наших точек. И чтобы доказать утверждение, мне нужно показать, что эта точка лежит в выпуклой оболочке множества сумм всех пар вершин из M1 и из M2. Для этого достаточно показать, что она лежит в выпуклой оболочке вот таких вот 9 точек, когда мы складываем только вершины этих двух треугольников. Ну, а это уже сделать легко. Смотрите, давайте мы вот каждую такую точку возьмем с коэффициентом λ1, μ1, μ1. Тогда смотрите, что получится. У меня, если я просуммирую отдельно по A1, какой коэффициент будет при A1? То есть я, соответственно, могу варьировать G, и у меня при A1 будет коэффициент с точностью λ1 на сумму μ, а сумма μ1 – это единица. Поэтому у меня вот эта штука будет просто с коэффициентом λ1. То же самое у меня будет с B. У меня будет сумма по G, B1. И вот здесь, если я варьирую I, то у меня будет μ1 умножить на сумму λ1, где сумма λ1 – это единица. Поэтому здесь будет просто B-житое-мюжитое. И таким образом мы получили, в общем-то, выпуклое представление точки x плюс y через вот эти 9 точек, по которым мы строим выпуклую оболочку. Ну и понятно, что сумма всех этих коэффициентов, то есть вот эти коэффициенты я беру в качестве коэффициентов линейной комбинации. Понятно, что они все не отрицательны, и их сумма равна единице. Сумма этих коэффициентов единица, потому что если у вас есть два набора вот таких вот, сумма единица, и вы их попарно, точечно перемножаете, попарно перемножаете, тогда сумма опять будет, конечно, единица, ровно из этих же соображений, которые мы вот здесь. Потому что сумма бежитых – это единица, потом сумма λ1 – это единица. Ну и все, мы получили, в общем-то, представление x плюс y как выпуклую комбинацию вот этих вот 9 точек. Ну, а значит, она лежит, конечно, к выпуклой оболочке. То есть, если у меня есть несколько точек, то есть вот эти вот суммы вершин а1 плюс b1 и так далее, а3 плюс b3, и какая-то точка выражается их выпуклой комбинацией, то есть суммой с неотрицательными коэффициентами сумма единица, тогда, конечно, выпуклая вот эта точка лежит в выпуклой оболочке тех точек. Ну, тоже, собственно, давайте мы, собственно, сформулируем утверждение, которое нам здесь нужно. Давайте без доказательства его оставим. Точка x лежит в выпуклой оболочке множества p1, p2 и так далее, pn, если и только если существуют неотрицательные лямбды суммы единица, суммы единицы, такие, что x – это вот эта вот линейная комбинация наших точек, лямбда 1, p1 плюс и так далее, лямбда n, pn. Вот эта штука называется выпуклая комбинация. Выпуклая комбинация. Ну и все. Кажется, мы, то есть по модулю этого утверждения, мы все доказали. То есть мы взяли точку, лежащую в m1 плюс m2, рассмотрели, в каких треугольниках лежат ее компоненты в m1 и m2, сложили два треугольника, получили какие-то точки, взяли на них выпуклую оболочку и показали, что наша точка исходная лежит обязательно в сумме этих двух треугольников, то есть в выпуклой оболочке попарных сумм вершин этих двух треугольников. Вот так. Ну, по модулю этого утверждения, ну, оно там на самом деле простое. Можете его сами доказать. Мы не будем уже на этом останавливаться. Здесь все просто. Вот. То есть мы показали вложимость в обе стороны. Мы показали, что сумма m1 плюс m2 вложена и содержит выпуклую оболочку множества там всех p плюс q, где p и q – это вершина. p – это вершина m1, q – это вершина m2. Все, значит, на самом деле просто сумма Менковского – это выпуклая оболочка всех пар сумм… Сейчас, как это сказать? Выпуклая оболочка сумм всех пар вершин. Вот так. Выпуклая оболочка сумм всех пар вершин. Вот. Хорошо. Значит, это мы поняли. Ну, и, соответственно, отсюда следует, что это многоугольник, потому что здесь какое-то конечное количество точек, и выпуклая оболочка конечного множества точек – это всегда многоугольник. Вывод. m1 плюс m2 – это выпуклый многоугольник. Выпуклый многоугольник. Хорошо. Тогда давайте построим алгоритм, который находит m1 плюс m2. Алгоритм нахождения суммы Менковского. Давайте, как мы это любим, найдем крайние левые и нижние точки обоих наших многоугольников m1 и m2. Значит, то есть возьмем самые левые точки, если их несколько, то есть если, скажем, вот такая вот вертикальная сторона с самой левой, то возьмем среди них самую нижнюю. Значит, выберем левые и нижние точки, то есть сначала самые левые, потом самые нижние, если таких несколько, точки m1 и m2. Пусть это какие-то точки s1, s2. Тогда легко понять, что s1 плюс s2 – это будет обязательно вершина нашего результата. Это обязательно вершина m1 плюс m2. Ну, грубо говоря, потому что левее этой точки точно быть никого не может, потому что если есть что-то левее, то абсцисса одного из слагаемых обязательно должно быть меньше, чем абсцисса соответствующего s1 или s2. А такого не бывает. Нет ни одной точки левее s1, нет ни одной точки левее s2. Поэтому, когда вы складываете две точки из m1 и m2, то сумма их абсцисса будет хотя бы такая же, как у s1 плюс s2. Ну и то же самое, нет ни одной точки внизу, потому что при фиксированной сумме абсцисса у вас нет ни одной точки здесь и нет ни одной точки здесь, потому что мы взяли самый левый нижний. Получается, что мы получили, что относительно s1 плюс s2 нет ни одной точки внизу и нет ни одной точки левее. Ну, тогда понятно, что это вершина выпуклой оболочки, потому что можно просто провести вот такую прямую, вот такую полуплоскость, которая отсекает все, что находится левее. Ну и, соответственно, тогда s1 плюс s2 – это какая-то точка на полуплоскости, которая ограничивает наш многогольник слева. Значит, s1 плюс s2 – это обязательно вершина. А дальше будем делать следующее. Дальше будем делать что-то очень похожее на то, что мы делали с нахождением диаметра. Смотрите, мы нашли s1 плюс s2. Дальше утверждается, работает следующий алгоритм. Давайте мы просто рассмотрим векторы, соответствующие всем вот этим сторонам в порядке против всего стрелки. То есть мы нарисуем вот эти векторы. Нарисуем эти векторы. А дальше будем делать следующее. Из стартовой точки s1 плюс s2 будем смотреть. Выбираем из этих двух векторов, из двух первых векторов, самый крутой, то есть тот, который смотрит наиболее вниз. Ну, это понятно будет вот этот. И тогда рисуем его из стартовой точки. Все, его прошли, переключились на следующий. Теперь опять сравним вот эти два вектора. Первый вектор здесь и второй вектор здесь. Смотрим, какой из них более крутой, то есть кто из них смотрит больше вниз. Понятно, что это будет вот этот. Ну, его и рисуем вот здесь. И переключаемся на следующий. Теперь опять есть два вектора. Мы их сравним, понимаем, кто более крутой, то есть кто смотрит больше вниз. Получается вот этот. Рисуем его вот таким горизонтальным. переключаем затем будет вот этот вектор затем будет вот этот вектор потом потом вертикальные вертикальный отрезок ну и здесь там что-то остается да давайте рисую как как получится так вот так вот так то есть я просто иду в порядке точно таком же порядке обхода против всего стрелки обоих многоугольников и записываю в качестве новой стороны ту из сторон которая наиболее крутая то есть то что значит векторное произведение от нее до следующей положительно то есть я взял по сути два вектора вот это вот у и в и что значит что у надо писать раньше в это значит что у кросс в положительно то есть вращение от у к в против всего стрелки если кросс ув если кросс двух сторон больше нуля то у нужно расположить раньше в нужно расположить раньше вот такой алгоритм то есть просто проходимся по на по сути у нас есть два указателя указатель на сторону первого многоугольника указатель на сторону второго смотрим знак векторное произведение между ними и если он положительный тогда выписываем сторону первого как по у pays а иначе самого量 ну и сдвигаем указателя деревьям казать вам того кто starting в которой мы были пришли в сторону вот легко понять что мы конечно же обязательно замкнемся то есть обязательно придем в ту же точку где начали но просто потому что скажем сумма вот эти векторов это ноль потому что но мы прошли какой-то круг и вернулись туда беля suma векторов сумма сторону первого угол выхода листа народ то же самая сумма сторон второго многоугольника – это 0. Ну а здесь мы в каком-то порядке просто прочередовали стороны первого и второго многоугольника. Понятно, что их сумма от этого не поменялась, поэтому стартовая точка будет равна конечной, 0 плюс 0 равно 0. Значит, мы обязательно вернемся в ту же точку, откуда начали, получим какой-то многоугольник. Ну и понятно, что он выпуклый, потому что у меня как раз стороны будут упорядочены в порядке убывания крутизны. То есть сначала самая крутая больше всего вниз, потом чуть более пологая, чуть более пологая, потом вообще она выворачивается в ту сторону и так далее, и так далее. То есть понять, что это будет выпуклый многоугольник, потому что просто его стороны… Как раз мы записываем стороны в таком порядке, чтобы кросс всегда был положительным. То есть между двумя последовательными сторонами, вот это вот, скажем, и вот это, кросс обязательно будет положительным. Тогда это просто выпуклый многоугольник. Вот это будет выпуклый многоугольник. Так, ну и осталось понять, что это действительно будет сумма Менковского. Что это будет действительно сумма Менковского, И наш алгоритм не обманывает. Он не строит какую-то фигню, а на самом деле строит настоящую сумму Минковского. Ну, здесь можно, например, рассуждать так. Давайте мы построим настоящую сумму Минковского. Давайте ее синей нарисуем. Как она выглядит? Мы уже поняли, что вот эта вот точка S1 плюс S2 – это обязательно вершина суммы Минковского. Ну и, соответственно, нет никого левее, нет никого ниже. Хорошо, давайте начнем строить наш этот многоугольник. Ну и пусть он, скажем, будем рисовать его стороны в порядке против часовой стрелки. И пусть несколько, скажем, первых сторон совпали. То есть, скажем, вот это вот равно вот этому. То есть у нас какое-то начало одинаковое. Начало вот такое одинаковое. А дальше, смотри, что может быть? Какая может быть следующая сторона? Понятно, что она не может идти левее, чем вот этот вот красный вверх. Потому что, понятное дело, мы построили какой-то многоугольник, и он почти очевидно вложен в М1 плюс М2. Потому что, по сути, что мы делали, когда строили вот этот красный многоугольник, когда мы обходили контуры наших многоугольников? Мы, по сути, фиксировали какую-то вершину одного многоугольника и прикладывали к ней вектор равной стороне второго многоугольника. То есть мы стоим в какой-то точке и прикладываем, скажем, вот здесь, прикладываем вот этот вектор. Вот, собственно, мы его здесь и нарисовали. Поэтому то, что мы рисуем красными стрелочками, это точно лежит в сумме Минковского. Да, красный многоугольник, который мы построили, который мы, собственно, проверяем на то, что он является суммой Минковского в точности, он точно в нее вложен. То есть все, что мы нарисовали, это точно какое-то подножие суммы Минковского. Вот. Ну и тогда, соответственно, если у меня есть какое-то расхождение суммы Минковского, то не может быть такого, что отрезок следующей стороны ведет вот куда-то сюда, во внутренность, ну или там туда, потому что просто вот это же лежит в сумме Минковского. Тогда мне нужно эту сторону точно содержать. Ну а если я пойду сюда, то я ее никак не буду содержать. Поэтому если отличие есть, то оно обязательно как бы правее, что ли, чем... Ну, правее, в смысле вот этот кросс будет... Не так. Вот такой угол поворота будет положительный, да, кросс будет положительный правее, чем наша сторона, которую мы построили нашим алгоритмом. Ну давайте поймем, что такого быть не может. Для этого, наверное, мне нужно будет новый слайд, и я немножко перерисую картинку. Значит, что было? Мы как-то там строили сумму Минковского, нарисовали что-то такое, а в решении сумма вот такая. Вот так, а следующая сторона какая-нибудь вот такая. То есть более крутая, чем наши отрезы, которые мы нашли. Вот, ну хорошо. Как такое может быть? Давайте поймем, вот давайте посмотрим на эту точку. Мы понимаем, что это вершина нашего выпуклого многоугольника, вершина М1 плюс М2. Вершина М1 плюс М2. Ну, раз это вершина М1 плюс М2, то это какая-то вершина выпуклой оболочки. То есть мы понимаем, что М1 плюс М2 – это выпуклая оболочка множества сумм каких-то пар, пар вершин наших двух многоугольников. Значит, это вершина просто там какой-то P1, ну, P плюс Q, где P – это вершина М1, Q – это вершина М2. Потому что, повторюсь, да, мы стоим в какой-то вершине суммы Минковского, но мы знаем с вами, что сумма Минковского – это выпуклая оболочка сумм пар всех вершин М1 и М2. Поэтому, раз это вершина, то это обязательно, ну, она в свою очередь является какой-то суммой. Вершина из первой, вершина из второго. Вот это P плюс Q. Хорошо, давайте нарисуем P и Q в наших двух многоугольниках М1 и М2. Так, сейчас немножко перенесу. Вот сюда куда-нибудь. И нарисую, как выглядит P и Q. Значит, P где-то здесь, Q где-то здесь. И у них там какие-то вот такие стороны есть. Как мы построили вот этот красный вектор? Что это за красный вектор? Это самый, это как бы наиболее крутая сторона из этих двух. Из вот этой и вот этой. Давайте я нарисую вот эту вот штучку по-другому. Как-нибудь вот так. Ну, и тогда понятно, что вот этот просто отрезок красный взялся вот отсюда. То есть это, когда мы стоим в P и Q, мы сравниваем две стороны вот эту вот и вот эту. Смотрим, какая из них более крутая, то есть от которой до другой кросс положительный. Ну, соответственно, это оказывается вот этот отрезок. То есть мы его вот сюда и нарисовали. Тогда вопрос, как мы могли получить вот этот синий отрезок. Откуда он мог взяться, почему он может лежать в сумме Минковского. Неформально нам нужно как бы взять еще более крутое что-то, либо вот здесь, либо вот здесь. Но такого, понятно, быть не может. То есть мы и так находимся вот в каком-то том углу. Значит, мы не можем взять что-то более крутое, чем, соответственно, наиболее крутое из этих двух сторон. Значит, это неформально. Чуть более формально давайте рассмотрим, как может получаться вот этот синий вектор. Ну, не знаю, давайте возьмем вот эту его вершинку, вот эту его вторую вершинку. Это обязательно какая-то сумма двух точек. Так, нужно опять буквы. Давайте R1 плюс R2. То есть это какая-то точка в первом многоугольнике, какая-то точка во втором многоугольнике. Такая, что их сумма, вот этот конец синего вектора. R1 плюс R2. То есть, смотрите, мы взяли, сложили эти два вектора из P в R1 и из Q в R2 и получили синий вектор из P плюс Q в R1 плюс R2. Значит, сумма векторов P, R1 и QR2 – это вот этот наш синий вектор с началом в P, Q и концом в R1 плюс R2. Вот. Ну, тогда надо понять, что этот вектор, он не может быть круче, чем наиболее крутой из этих двух сторон. Да, то есть не более крутой, чем вот этот красный вектор. Чем вот этот красный вектор. Так, ну, для этого давайте мы сделаем следующее. Значит, давайте введем здесь какие-то… Давайте, мне нужна какая-то буква здесь еще будет. Давайте это будет точка A. Это точка B. Тогда это будет точка A плюс Q. Да, потому что мы написали эту сторону. То есть, по сути, мы взяли вот этот вот конец, конец того ребра, написали здесь A плюс Q. Ну, тогда смотрите. Векторное произведение от P A до P R1, оно явно больше или равно нуля. Да, потому что P A1 – это какая-то сторона. Значит, если мы рассмотрим любую другую точку внутри нашего выпуклого гуглика M1, тогда направление поворота от P A до P R1 будет прочь всего стрелки, то есть положительным. Ну, не отрицательным. То же самое здесь. Кросс QB и QR2 больше или равно нуля. Ну, или даже можно нарисовать так. Если я вот здесь нарисую вот этот наш вектор, давайте я вот этот вектор обозначу за какой-нибудь U. Вот это будет вектор U. Тогда, если его здесь нарисуют тоже в этой точке, то он будет как бы еще более крутой, чем B, поэтому вот этот векторное произведение кросс U и QR2 будет подавно больше нуля. То есть, если я заменю вот здесь вот в этом произведении QB на еще более крутой вектор U, то есть, который получается еще поворотом по часовой относительно QB, то тогда я получу заведомо еще больше равное векторное произведение. Так, ну и тогда что у меня получилось? У меня получилось, что кросс UPR1 больше или равно нуля, кросс UQR2 больше или равно нуля. Так, ну и тогда я хочу как-то доказать, что, значит, кросс, то есть мы, по сути, что хотим доказать? Мы хотим доказать, что кросс U, да, потому что вот этот вектор – это U, а здесь мне нужен вектор как раз вот R, да, P плюс Q, P плюс QR1 плюс R2. Вот если я докажу, что такое векторное произведение больше или равно нуля, тогда вот эта картинка не может иметь места, потому что раз здесь знак больше или равно нуля, тогда, соответственно, наоборот, синий вектор, он может лежать только левее, чем красный, потому что угол поворота здесь должен быть положительный, больше равно нуля, то есть тогда синий вектор должен лежать левее. И как раз тогда получится наше доказательство, да, что, ну, противоречие. У нас этот вектор R1 плюс R2 не может торчать правее, чем вектор U, да, а красный вектор – это как раз у меня U. Так, ну, чего здесь нужно сделать? Ну, это, видимо, просто линейность векторного произведения. То есть если я вот эти вот два неравенства сложу… Сейчас, одну секунду. Да, значит, когда я складываю вот эти два неравенства, легко понять, что векторное произведение у нас – это штука линейная, значит, мы получим кросс U и, скажем, PR1 плюс QR2 больше и равно нуля. Ну, а вот этот вектор, это как раз представляется в виде суммы PR1 плюс QR2. Поэтому, собственно, мы отсюда сразу немедленно следуем, что вот такой кросс больше и равно нуля, а значит, наш вот этот вектор синий, он не может находиться правее, чем красный вектор U. Вот это эформализм. Мораль очень простая. Построенный нами многоугольник действительно является сумма Минковского M1 плюс M2. Потому что, если не так, и мы рассмотрим какое-то первое различие, то есть когда мы нарисовали, когда наш алгоритм нарисовал вектор U, а правильный вектор какой-то более правый, да, вот такой более крутой R1 плюс R2. Ну, тогда, значит, если все аккуратно проанализировать, то мы можем понять, что вот этот угол поворота не может быть в ту сторону, да, не может быть поворот от U к вот этому вектору по часовой стрелке. Он обязательно может быть только против, ну, потому что U, он вот такой вот самый экстремальный, да, и что R1, что R2 лежат как бы в порядке против часовой стрелки при вращении относительно этого вектора U. Но, значит, их сумма, ввиду там линейности вектора напряжения, тоже должна лежать левее, чем U. Ну, не строго левее. То есть вообще в оптимальном ответе, конечно, R1 плюс R2 будет вот ровно такой вектор, вот такой вектор совпадает с суммой. Вот, ну все, значит, мы доказали, что M1 плюс R2 – это в точности сумма Менковского, и таким образом мы построили алгоритм, который находит сумму за линейное время. Вывод. Предъявленный алгоритм строит сумму Менковского за… ну, я напишу от N плюс M, где N и M – это количество вершин в наших ногоугольниках M1 и M2. Ну, потому что, по сути, давайте вспомним, что мы сделали. Мы нашли крайние лево-нижние точки в обоих ногоугольниках, это просто там линейный проход по всем точкам и нахождение вот этих экстремальных. А дальше мы, значит, смотрим, у нас есть два указателя, один указатель на сторону первого ногоугольника, другой указатель на сторону второго ногоугольника. Смотрим, какая из них более крутая, то есть от которой до другой кросс положительный, и выписываем ее, и, соответственно, сдвигаем указатель. То есть, по сути, мы просто один раз прошли первый ногоугольник, один раз прошли второй ногоугольник, ну и в каком-то порядке написали их сторону. И тогда получается, конечно, что время работы линейно. время работы линии вот такой прелестный алгоритм получился применение применение первое применение такое проверить пересекаются ли два выпуклых многоугольника проверить пересекаются ли два выпуклых многоугольника м1 м2 значит решение такое смотрите что такое пересекаемость это значит что есть . скажем лежащие там и там п лежащие в м1 и п лежащие в м2 но тогда если рассмотрю разность минковского м1 минус м2 а то есть множество всех разностей а минус b где а из м1 b из м2 то мне нужно просто проверить лежит ли в этом многоугольнике . 0 да ну потому что как раз по минус п будет равно нулю в итоге пересекаемость до пересек ну условия того что не пересекаются равносильно тому что точка 0 0 лежит в многоугольнике м1 минус м2 вот ну а чтобы посчитать разность минковского можно просто посчитать сумму минковского с отраженным многоугольником м2 я просто ну там меня все координаты на домножаю все координаты на минус единицу получается там по сути отраженный относительно 0 0 многоугольник главное что он по-прежнему выпуклый по-прежнему можно его обойти в нужном порядке и ну и сложить с нашим могуулянником м1 за линейное время а потом если у меня есть какой-то выпуклый многоугольник вот этот результат мне остается проверить что точка ноль 0 лежит внутри нашего выпуклого многоугольника ну это же простая задача в частности на семинаре вы должны были обсуждать как проверить что точка лежит внутри выпуклого многоугольника это можно ее момент поиском можно не это может быть después ну короче movements велик behavioral задачей принадлежностью дочкой к многоугольнику и это уже как-то решается более просто вот второе применение это ну а вообще не на самом деле предыдущего это расстояние расстояние между двумя так а я скажу что невыбуклые до сказал они между двумя выпуклыми многоугольниками здесь идея такая же что такое расстояние это distance там скажем pq где p из m1 q из m2 ну а distance это на самом деле просто модуль разности p минус q и их видова норма вектора p минус q поэтому если мы вновь построим разность минковского то мне нужно в этом многоугольнике найти точку но по сути с минимальным расстоянием до нуля или там просто с минимальным модуль в этом многоугольнике нужно найти точку с минимальной я напишу так евклидовой новой евклидой то есть с минимальным расстоянием до нуля цене нуля точноть и виклияет норма каждой точке а расстояние от то суть мне нужно найти найти карчащиеся JSON точки до многоугольника есть точка 00 есть вот этот выпуклый многоугольник вам нужно найти расстояние между ними ну а расстояние между ними можно искать как расстояние от 00 до всех сторон многоугольника это расстояние равно расстоянию от 00 до ближайшей стороны до ближайшей стороны я могу просто перебрать все стороны нашего многоугольника м1 минус м2 перебрать все стороны найти расстояние от точки 00 до каждой стороны вот и взять из них минимум но расстояние от точки до отрезка, потому что по сути каждая сторона – это просто отрезок. Расстояние от точки до отрезка уже считается тривиально. Нужно опустить перпендикуляр. Если перпендикуляр попал на отрезок, то это и есть расстояние. Если не попал, если не попал, тогда расстояние равно минимуму из этих двух отрезков. То есть расстояние обязательно достигается в вершине отрезка, если перпендикуляр не попал на сторону. То есть мы опять цели задачу более простой, к задаче поиска расстояния от 0-0 да ну там до всех сторон это уже элементарная задача там просто какие-то уравнением решать и найти расстояние вот и применение такие применения хорошо ну давайте я не знаю давайте открою упражнение такое что если мы рассматриваем задачу сумму минковского двух не выпуклых многоугольников м1 и м2 не выпуклые многоугольники и нам все равно хочется найти их сумму хочется найти м1 плюс м2 тогда эту задачу можно решить так можно триангулировать оба наших многоугольника благор тренгулировать на заменhu захатичное время от количественно вершин ну а дальше поскольку каждыйкий гоу sincerely разбился на треугольники дальше могу просто по парам все треугольники сложить и там построить конце выполочку на благо тревогеки тоже выпукли не выпукли часть выбухли фигурой складывать соответственно треугольники мы же умеем вот поэтому мы все пары треугольников так сложим триугольник из-за м-1 треугольник зим 2 сложили и потом в конце построили выпуклую оболочку нет вы калочка это неверно пардон мы сложили так все треугольники про выпуклой извините это и глупо сказал конечно мы так сложили все пары треугольников получается получили какие-то куски областей результата но дальше нужно просто объединить да то есть там конечно может быть могут быть какие-то не в уплости вот главное что нужно просто их все объединить в один большом на google тогда решение будет такое давайте запишем что мы реангулируем м1 и м2 затем попарно складываем эти треугольники по минковскому складываем по минковскому эти треугольники ну и в конце нужно как-то объединить это все в одну фигуру в конце объединить в одну фигуру вот собственно в качестве упражнения можете понять как их там объединить то есть если у вас по сути у вас на плоскости нарисовано несколько многоугольников каждый из которых это сумма двух треугольников но это уже неважно есть несколько многоугольников и вам нужно как бы ну понять какую область они ограничены если все объединить какую область они ограничены вот это на самом деле простая задача, например, на графы. Вы просто в каждой вершине смотрите, какие отрезки из нее выходят, смотрите там два самых экстремальных, и, собственно, вот это там будут две стороны вашей границы, вашего многоугольника. Вот и все. Значит, ну, надо понять, как это делать, и плюс понять, за сколько это работает. Асимптотика. Какая у этого дела? И как вот это вот делать объединение в одну фигуру. Так, хорошо. То есть, в принципе, сумму можно делать и на невыпуклость с помощью того, что мы уже изучили, с помощью тренингуляции. Так. Хорошо. Тогда третий сюжет, мы его уже полностью не успеем, но сколько успеем, все успеем. Это проверка принадлежности точки многоугольнику. Проверка принадлежности точки на многоугольнику. Это мы уже видели сегодня, когда нам нужно было понять, лежит ли точка 0,0 в многоугольнике. Значит, упражнение семинаровское, что если многоугольник выпуклый, то это можно делать за логарифм. Если многоугольник выпуклый, то можно делать за логарифм. Идея очень простая. Давайте мы возьмем левую нижнюю точку, рассмотрим вот такую триангуляцию нашего многоугольника. Ну и там бинт-поиском определим тот, то есть, по сути, у меня весь многоугольник разбился на вот эти вот углы. Вот есть угол вот этот первый, есть угол второй, есть угол третий. Давайте мы бинт-поиском по этим углам определим, как бы в каком из них, то есть, в каком таком секторе лежит наша точка. Просто бинт-поиск за логарифм как раз. Ну и потом внутри, если мы знаем, что точка лежит внутри такого сектора, мне нужно понять, лежит ли она внутри треугольника или она там где-то за пределами этого треугольника. Соответственно, за логарифм мы определяем треугольник, в котором должна лежать наша вершина, и потом просто за от единицы проверяем, лежит ли точка внутри треугольника. Это уже совсем простая задача. Есть решение также и для невыпуклого, тоже через триангуляцию. Даже это не упражнение, это замечание. Я и так все скажу. Замечание. Если многоугольник невыпуклый, его можно, как мы любим, триангулировать. То есть его можно триангулировать за квадрат. У нас был критик триангуляции за квадрат. А дальше давайте просто проверим точку, которую мы тестируем на принадлежность многоугольнику. Проверим, не лежит ли эта точка в одном из треугольников. Проверим точку на принадлежность. Всем треугольникам. Ну и понятно, что раз мы исходы наш многоугольник разбили опять в множество каких-то треугольников, их, кстати, будет линейное количество O от N, даже, на самом деле, N минус 2 всегда будет. Треугольник в триангуляции всегда линейное количество числа вершин. Ну и, соответственно, раз мы разбили все на треугольнике, давайте просто переберем все треугольники, попытаемся проверить, лежит ли точка внутри одного из них. Если лежит, то значит лежит во всем многоугольнике. Если ни в одном не лежит, значит она лежит в нем многоугольнике. Вот и все. То есть мы за n в квадрате треангулировали, и потом за линейное время спросили, лежит ли точка в каждом из треугольников. Там это определили. Определили, да, и, соответственно, по этому поняли, лежит ли точка в многоугольнике или нет. Вот, хорошо. Но это получилось решение за квадрата. То есть мне нужна треангуляция, и потом в каждом треугольнике проверить лежит вовная линия. Есть другое решение. Есть решение за линейное время. Ну, понятное дело, что мы решаем уже в случае не выпуклого многоугольника, или, по крайней мере, не обязательно выпуклого. Потому что если он выпуклый, то мы можем делать это за логарифм. То есть решение за от n. Решение такое. Давайте мы пройдемся по всем сторонам многоугольника. Вот есть точка P, которую мы тестируем на принадлежность. Пройдемся по всем сторонам AB. И померяем ориентированный угол из PA в PB. То есть поймем градусную меру вот этого ориентированного угла, и все их сложим. То есть мы узнаем с помощью АТАН2, с помощью какой-то эффективной функции, узнаем значение этого угла и его ориентацию, то есть положительный или отрицательный. Значит, знаем величину угла. Все такие величины сложим по всем сторонам. Все их сложим. Тогда я утверждаю следующее. Что если эта сумма равна нулю, то точка лежит вне многоугольника. Это соответствует вот такому случаю. Если P как бы вне, то смотрите, что происходит, когда мы проходим… Давайте я веду ориентацию на многоугольнике. Теперь представьте, что я провожу вот эти вот отрезки в вершину многоугольника и складываю все вот эти вот углы. Ну, здесь там будет угол, не знаю какой, вот такой. Потом будет такой угол, он его отчасти отменит. Потом будет такой угол еще немножко отменит, такой угол еще отменит, такой угол еще отменит. В итоге сумма будет равна нулю. То есть у меня как бы один большой поворот на сколько-то градусов, и потом несколько маленьких поворотов, чтобы его занулить. То есть если он там какой-то невыпуклый, какой-то более сложный, то, собственно, логика та же самая. У нас сначала какой-то угол, потом его частично занулили, потом обратно прибавили. Занулили, прибавили и так далее. В итоге будет много. Ну, а наоборот, если точки любят внутри многоугольника, то сумма этих углов обязательно будет кратно 2π. Видимо, просто равна плюс-минус 2π. Но если многоугольник простой, то будет просто плюс или минус 2π. Потому что в этом случае у меня что происходит? Есть точка, я провожу вот эти все радиус-векторы во все вершины, считаю этот угол. Он будет такой угол, такой угол. Здесь он немножко отменится, здесь он вернется. Еще добавится такой и такой. В итоге, когда я вращаю такой вектор, он у меня прокрутится 2π радиан. 2π или минус 2π в зависимости от направления обхода. А здесь, если точка была вне многоугольника, и я вращал этот радиус-вектор по всем вершинам, то он, собственно, нисколько не прокрутился. Он где начал, там и закончил, и ни разу точку п не опоялся. Ни разу точку п не опоялся. Он просто там где-то болтается и заканчивается там, где иначе. В итоге просто по этой сумме углов я могу определить ответ. Значит, давайте запишем, что если сумма углов равна плюс-минус 2π, то точка внутри, то п внутри. Иначе, если сумма равна нулю, мы не будем доказывать корректность, потому что здесь нужны какие-то… То есть это более-менее очевидно из вот таких рукомахательских подсоображений, что там какой-то вектор плавает, и что если внутри, то он должен целиком пройтись, хотя бы один раз обернуть всю окружность, иначе он ни разу не обернет. Ну, там для формального доказательства нужно какие-то теоремы в стиле теоремы Жордана про кривую, что если у вас здесь кривая, то она разделяет плоскость на две части, ну, замкнута кривая, то она простая, то она разбивает плоскость на две части. Ну, короче, мы не будем в это врезать. Вроде так, на пальцах все равно понятно, что это работает. В итоге, значит, мы просуммировали сумму всех углов. Если она 0, то точка снаружи, если она не 0, то она внутри. Значит, проблема, Проблема две. Первая проблема этого решения в том, что тригонометрия, тригонометрия, это, ну, это просто, я думаю, что так тяжело. Тяжело в том смысле, что операции вот эти вот все, там, АТАН-2 и все вот эти вот операции вычисления углов, они, ну, в общем, работают довольно долго. То есть, если мы хотим на много таких запросов отвечать, то лучше от тригонометрии избавляться. Ну, и, собственно, сопряженная проблема – это точность. Это точность. То есть, если мы сложим и получим там, не знаю, ну, сумму явно 0 мы уж не получим, ну, получим там 0, 0, 1 примерно. Ну, понятно, что это проверяется к нулю, конечно, да, и, в принципе, проблем нет. Но, не знаю, если у вас там очень-очень много сторон, то, в принципе, может накопиться такая огромная погрешность, что она 0 ваша превратит в 2π. Может накопиться такая прогрешность, что она как бы вам перевернет ответ. Этого, конечно, тоже хотелось бы избежать. Ну, и вот в следующий раз мы решим обе эти проблемы и построим алгоритм, который вообще не переходит к нецелым числам. Значит, в следующий раз алгоритм в целых числах. Вот, ну, все, тогда спасибо за внимание. Извините, что сдержал. И до следующего раза. Продолжение следует...